Телеканал КРТ представляет Это очень несправедливая экономическая часть ассоциации с Евросоюзом. Украина очень много потеряла в экономическом плане. Нас спочивали сказками о том, что это принесет огромный плюс экономике, даст толчок развитию экономических отношений. Но в итоге мы открыли все свои границы для западных товаров, а рынок Европейского союза для нас не открылся. Как были квоты, так и остались. А рынок Российской Федерации, который был для нас естественным, наши стабильные, привычные рынки, для нас были закрыты. Вот и все. Вот к чему привело это неразумное подписание к экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорилось тогда, что экономика понесет огромные потери. Будет закрытие миллионов рабочих мест. Потому что Россия закроется. А многие предприятия, в основном расположенные на Юго-Востоке, которые свою продукцию стабильно, постоянно поставляли на свои привычные стандартные рынки, в Россию, рынки стран Евросоюз просто будут закрыты. И куда девать продукцию? Евросоюз больше не принимает. Куда девать? В итоге предприятия закрывались, рабочие места сворачивались. Вот это итог той дурной политики, бездумной, слепого следования всем тем советам, которое началось в 2014 году. Вот к чему привело к плачевным последствиям. Сейчас, чтобы нам выйти на тот уровень экономических отношений, экономики, которые были в 2013 году, нам еще нужно работать с теми темпами роста, которые показывает государственная статистика. В 2018-2019 году, хотя я не верю, я считаю, что это абсолютный бред. Нет такого роста экономики. Но даже с теми темпами, которые они показывали, для того, чтобы выйти на уровень экономики 2013 года, еще должно пройти лет 30. Какие потери экономика понесла за это время? Ну, это можно просто элементарно посчитать. Но это точно будет десятки миллиардов долларов. Десятки миллиардов долларов. А вот если все-таки разобраться в деталях, получается Зеленский, вроде и новый президент, вроде как будто на лозунгах мира он пришел. Тем не менее, мы видим, опять же, ситуация не меняется. И вроде как в Минских соглашениях участвует и Германия, и Франция, и Россия. И тем не менее, результата нет. Может уже все-таки пора задавать вопрос. Ну, у нас принято в Украине, там, некоторыми маргинальными структурами, там, задавать вопрос всем людям, чей Крым. А не уже, может быть, пора уже задавать вопрос, чья Украина? Тогда, может, становясь, отвечая на этот вопрос, будет понятен все-таки, почему ситуация не разрешается. Я бы не стал такой вопрос ставить, чья Украина, не чья Украина. Украина, это государство украинского народа, больше нищая. Это раз. Второе, то, что касается ситуации, которые сейчас все критикуют Зеленского. Ну, все, тут у нас, понимаете, есть такая забава украинская. Только кого-то назначат или изберут, тут же начинают его снимать через неделю. Дайте возможность немножко поработать и провести себя. Вот для чего избирали? Для того, чтобы человек как-то себя проявил, что-то ждали, когда избирали. Избирали не на один год, а на пять лет. Но если сравнить ситуацию, которая была, давайте вспомним, больше года назад и сейчас. Ну, там, год и три месяца назад и сейчас. Но страна поменялась, согласитесь со мной. Атмосфера стала другой в Украине. Или она, вы этого не замечаете. Только слепой, может, этого не видите. Дышать стало легче. Нету той злобы, той ненависти. Того противостояния, которое... Вот эти маргиналы еще бегают где-то иногда. Там, Порошенко, когда вызывают в ДБР, там что-то рассказывает. Но в целом ситуация в стране поменялась. Да, мы хотим больше, мы хотим, чтобы быстрее что-то было. У всех есть такое желание. Но что-то не получается. Ну, ведь и политическая воля была. Сейчас что-то вот как-то есть к этому вопрос. Ну, мне бы хотелось, чтобы этот процесс не останавливался. И Зеленский не превращался в отношение мирного процесса в Порошенко. Вот этого, мне бы этого хотелось. Но пока есть какая-то заминка. Может быть, она только временная. Может быть, есть какие-то причины для этого. И дальше процесс опять продолжится. Может быть. Мне бы хотелось, чтобы это было так. А то, что было в стране про Порошенко, то, что есть сейчас в Презеленском, это две разные Украины. Даже в отношении церкви, то, что мы с вами обсуждали недавно. Это даже в отношении церкви. Была одна, сейчас другая.